Думаю, все бойцы согласятся, что любые бои в ACA, они просто не могут быть простыми и легкими. Ты все время рассматривался долго как такой проспект М1, очень много там провел боев. Потом было поражение от Дизи, и почему прерывались отношения и полтора года что-то делал? После этого боя в связи с моим состоянием я где-то лечил себя полгода. Были проблемы со здоровьем, почки отказывали. Перед началом этого интервью хочется выразить огромный респект нашим друзьям из Gorilla Energy, которые в такой непростой момент для индустрии не перестают поддерживать ММА. И речь касается не только нашего проекта, но и таких именитых бойцов, как Петра Яна, Хабиба Нурмагомедова, Нурулу Алиева, Шабхата Рахмонова и других. Спасибо большое им за поддержку и приятного просмотра. Хотим поздравить с победой Бокара Местоева. Поздравляю тебя. Расскажи, какие эмоции, какие ощущения дебют в новой лиге. Спасибо, спасибо за поздравление. Эмоции колоссальные, потому что это совсем другая лига, значит, соответственно, уровень совсем другой. И я думаю, в бою сказался мой простой. Как-никак полтора года не выступал. И я думаю, все бойцы согласятся, что любые бои в ИСА, они просто не могут быть простыми и легкими. Было тяжело, но, слава богу, у нас получилось справиться. У тебя бой с Артуром был такой на встречных курсах, особенно третий раунд. Он даже в конце боя запрыгнул на клетку, показал всем видом, что он победил. У тебя были какие-то сомнения, когда ринг-анонсер оглашал результат боя, что могут назвать не твое имя? Ну, во-первых, большое спасибо, большой поклон Артуру. Артур, как боец настоящий воин, показал весь свой характер, весь свой дух в нашем бою. Ну, а на счет того, что он запрыгнул и посчитал себя победителем, для меня это очень странно, потому что я хорошо ознавал, что все три раунда я забал ход и в третьем раунде я отдал центр ринга. Но это было с учетом того, что я был более чем на 100% уверен, что два раунда были за мной и третий раунд, хотя я и отдал центр ринга, то пропущен удар в мою сторону, было гораздо меньше, чем мои удары были нанесены ему. И вот его такая уверенность, это, скорее всего, была какая-то игра на публику, что-то в этом роде. Но я прекрасно осознавал, и он должен был осознавать, потому что это не первый бой, что именно превосходство в бою было за мной. Расскажи про простой в полтора года и про отношения с М1. Ты все время рассматривался долго как такой проспект М1, очень много там провел боев, потом было поражение от Дизи, и почему прервались отношения и полтора года что-то делал? Вот именно с Лигой М1 я там провел 8 боев, и большую свою часть, точнее, не считая крайние два боя, я провел именно в 70 килограмм. Не знаю, почему они меня сильно мариновали, не давали бой за титул, хотя с рекордом 6-0 они уже должны были мне дать. И было такое продолжение со стороны М1, если я спущусь на категории ниже, то через бой они мне дадут титульник. Вот я спустился кое-как, хотя это была большая ошибка, выиграл один бой, поставили еще условие, что надо провести еще один дополнительный бой, и опять спустился на себя честь, но мой организм как-то не смог справиться, потому что слишком было короткое время от сгонки до этой, и потерпел первое поражение. Первое поражение это было в Казахстане. Ну, после этого боя, в связи с моим состоянием, я где-то лечился полгода. Были проблемы со здоровьем, почки отказывали, и поэтому все это заняло как-то года полтора на лечение. И как-то, не знаю, нашли, была какая-то, ну, получилось заключить контакт с АСЕ, и я перешел в эту лику. И вот как восстановился, вернулся в свою и свою категорию и продолжил свой путь. С АСЕ на сколько боев отношения? С АСЕ я заключил четыре боя по контракту. Ну, это первоначальные, потом будете рассматривать остальные контракты. И расскажи немножко по поводу планов. 2020 год закрыт этим боем, или ты после такого большого простоя, наоборот, хочешь побольше боев провести, если будет возможно? Ну, в принципе, как-то, да, хотел попросить у лиги АСЕ, чтобы они мне дали еще один бой до конца этого года. Именно в АСЕ провести еще один бой. Окей. Еще раз тогда я тебя поздравляю с победой. Молодец. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Бакаров, он появится внизу экрана. Подписывайтесь на инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну, а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.